Привет друзья, вы на канале Готовим вкусно с Дианой. Сегодня будем готовить традиционные молдавские плацинды. Плацинды бывают с разным тестом и начинкой. Сегодня будем готовить из тонкого пресного теста с творогом и зеленым луком. На моем канале вы найдете другие рецепты приготовления молдавских вертут и солари. Сегодня будем готовить вот такой вариант из моей любимой книги. Правда тут с капустой, так как может быть начинка любая. Для приготовления этого теста мне понадобится теплая вода 250 грамм, мука хорошо просеянная 500 грамм, соль 1 чайная ложка, масло растительное без запаха 2-3 столовые ложки, остальное мне понадобится для смазывания теста и полторы чайные ложки уксуса 6 процентного. Итак, в теплой воде растительное масло без запаха 2-3 столовые ложки, растительного масла без запаха. я налила 3 неполные столовые ложки, а теперь добавлю просеянную муку и замешу тесто. Также это тесто можно месить руками. Замесила тесто, посмотрите, оно должно получиться вот таким мягким. не липким, но мягким. А теперь я его накрою и оставлю на 20-30 минут. А я пока приготовлю начинку. Для этого мне понадобится 500 грамм творога. У меня он довольно сухой, поэтому мне понадобится 2 яйца. Если у вас творог более жидкий, одного яйца будет достаточно. Немного соли при необходимости и лук по вашему вкусу. Кому нравится больше лука, кому меньше. А также сюда прекрасно подойдет укроп. Сейчас я нарежу мелко лук и соединю его с творогом. Также эти плацинны можно готовить с луком порей. Тоже будет очень вкусно. Вот что получилось. Я совсем немного посолю, так как творог у меня соленый. Совсем чуть-чуть. Добавлю 2 яйца. Вы же добавляйте по одному. Регулируйтесь. И хорошо перемешаю. А теперь посмотрите, что у нас получилось. Сюда даже можно добавить еще одно маленькое яйцо. Но я этого делать не буду. Отложу в сторонку. Прошло 20 минут. Тесто отдохнуло. Сейчас я разделю его на 6-8 равных частей с помощью весов. Итак, у меня вышло 8 равных частей. Сейчас делаем так. Немного смажем стол. Раскатаем совсем чуть-чуть. Тесто совсем чуть-чуть. Вот так. Перевернем. Смажем эту сторону. Немного смажем тарелку. С другой стороны. И выложим тесто на тарелку. То же самое проделаем со всеми остальными. Немного раскатаем. Смажем маслом с двух сторон. И уложим на тарелку. Вот что у меня получилось. Теперь я немного накрою тесто. И отложу его в сторонку на 8-10 минут. Маленький совет для начинающих. Пока тесто отдыхает, можно начинку разделить на 8 частей. Так будет легче работать. Я переверну лепешки и начну работать с самой нижней. А точнее с первой. А теперь каждую лепешку мне нужно будет раскатать в тонкий пласт. Для этого я немного смажу стол маслом. Переложу тесто на стол. Это накроем. Выберу в сторонку, чтобы не мешало. Для начинающих объясняю, что тесто нужно растягивать вот так. Для начала вы можете раскатать его скалкой. А далее растянуть. Либо растягивать его на руках. Как вам будет удобнее. Я покажу вам самый первый вариант. Для начала вы можете раскатать так. Скалкой. Далее по чуть-чуть, не спеша. С середины. Тянем в сторону. По чуть-чуть. Если порвется, ничего страшного. Музыка. Музыка. А теперь важный момент. Кончики при необходимости можете срезать, либо растягивать их. Сейчас я поставлю разогревать сковороду на средней температуре. А теперь выложу начинку. Для первого раза вылаживайте руками, чтобы не порвать тесто, тонкое тесто. А теперь покажу вам, как закрыть тесто. Самый простой вариант. Итак. И буду жарить. На средней температуре швом вверх. Пока жарится моя плацинда, я займусь второй. Также можно жарить плацинды одновременно на двух-трех сковородах. Субтитры создавал DimaTorzok Аккуратно переворачиваем плацинду и продолжаем жарить. Как плацинда будет готова, выложим на бумажное полотенце. Субтитры создавал DimaTorzok Либо такой вариант. Этот вариант мне нравится больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плацинды готовы. Вот такие они красивые и пышные. Подаются они с домашним вином. Разрезаются на 6-8 частей. Кому понравился этот рецепт, ставим лайк. Подписываемся на канал. Делимся с друзьями. До скорых встреч. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА